Для одних семей карантин – хорошая возможность укрепить отношения и побыть вместе. Для других – катализатор проблем. Некоторые пары оказались на грани развода. По словам психолога Натальи Мышовой, происходит это из-за того, что в условиях самоизоляции на первый план выходят вопросы, которые в обычное время замалчивались. Нужно уметь и учиться разговаривать, учиться прояснять. Нас что-то не устраивает, мы как-то не очень хорошо себя чувствуем. Какие-то потребности наши в этих отношениях не удовлетворяются. Вместо того, чтобы об этих потребностях заявить, осознавая их, мы что делаем, большинство из нас, кто далек от психологии и не очень этим увлекается, мы заявляем в виде упрека, в виде просьбы, в виде обвинения. Соответственно, мы встречаем реакцию отторжения, встречного нападения. На возникновение конфликтов повлияли тревожность, беспокойство о финансовом благополучии семьи, срывы планов и удаленная работа. Еще одна проблема, которая остро стоит и без пандемии – детоцентрированность. Люди заостряют внимание на том, чтобы вырастить, обучить, развлечь свое чадо, при этом забывая о доверии и развитии отношений с партнером. Детей вырастили, а дальше чего? Опять встретились друг с другом, уже не отнимают времени столько, сколько раньше отнимали дети. И вот они всплывают, вот эти проблемы, нерешенные в отношениях. На первом месте сначала партнерство. Вот сначала там порешать все проблемы, а потом уже рожать детей, заниматься детьми, потому что на детях это все равно все будет отражаться. То есть, ну как бы не с конца начинать, а сначала. Взаимоотношения родителей и детей тоже обострились. Когда члены семьи сутки напролет проводят вместе, ребенку не хватает личного пространства. Он перестает ощущать себя самостоятельной единицей. Выстраивать доверие, находить общий язык и продумывать какие-то мероприятия дома, чтобы кто-то там, я не знаю, ребенок в своей комнате что-то поделал, ну не трогать его, да. Побыли просто наедине с собой. Очень часто вот эта вот нервозность, вот эта вот раздражительность, она накапливается из-за того, что мы не можем просто, ну побыть вот в таком, специалисты, мои коллеги называют это в трансовом состоянии. То есть немножечко, ну как бы отрешиться от реальности, ну как бы углубиться внутрь себя. Психологи советуют периодически отдыхать друг от друга, уединяясь пусть даже в ванной комнате. Не забывать о своих увлечениях и других интересах, кроме семьи. Стоит чаще разговаривать с партнером на волнующие темы, научиться слушать и принимать позицию близкого человека. Тогда основную массу конфликтов получится избежать.